Смотрите, Ибрагим, у него два сына, Исмаиль и Исхак. По Исмаилю пошли арабы, по Исхаку пошли евреи. У Исхака был еще сын, его звали Якуб, вот как раз таки. То есть, по сути, это внук, внук Авраама или Ибрагима. Авраам по Библии, да, Ибрагим это по-нашему. Якуб взял себе имя, или его прозвали как? Кто знает? Израиль, Израиль. Сегодня государство есть Израиль? Это в честь его названия, Якуба. Якуб другое имя, а вообще, знаете, сунна пророка и сунна тех, кто был до него, иметь несколько имен у себя. Например, пророка нашего звали и Мухаммад, Ахмад, Махмуд, Мустафа. Вот четыре имени у него было. Вот Якуб, у него еще было имя Исраиль. Исраиль. Ну, то есть, Божий воин, да, что-то, я вот точно не помню, как переводится. Но вот, говорится в Коране, Ябани Исраиль. О, сыны Израиля. И вот от Якуба у него было аж 12 сыновей, представьте, да? И 12 колен Израилева, говорится. В числе которых был и Юсуф, пророк, да? И много пророков там еще было по его линии. И, конечно же, все евреи вокруг пророка Мухаммада, саля лава или ва салям, которые оппонировали ему, да, они знали, кто такой Якуб и кто такой, кто такой, соответственно, Израиль, их прапраотец, да? И говорится, что и ваш праотец Якуб, то есть, он же Израиль, тоже был мусульманином. Он не был иудеем, да? Или он не был еще кем-то. Он был именно, и называл себя муслимом, сдавшейся воле Всевышнего Творца. Конечно, пророк, саля лава или ва салям, хотел и надеялся на то, что евреи примут его миссию. Потому что иудеи, они были, ну, близко все-таки к арабам, да, язык, похоже, они понимали друг друга еще в то время очень хорошо. И они и сейчас понимают, да. Разные, конечно, разницы там есть в языке, но тоже схожие языки. Все-таки они назвали себя единобожниками, один бог, да, это люди книги, люди писания, да. Он надеялся, что они примут ислам. Но, однако, большинство из них отвергло, лишь часть, единицы, да, принимали ислам. Вот, и говорится, что Ибрагим заповедовал своим сыновьями, в том числе Якубу, Израилю. Заповедовал, быть мусульманами, не умирать никак иначе, как мусульманами. Ну, вот, не умирать никак иначе, это, знаете, такое вот литературное, распространенное, устойчивое выражение в арабах, да, то есть, ну, всю жизнь крепко держаться и умереть даже, да, что мусульманами.